всем доброе утро и солнечного но ветреного прованса у нас сегодня в провансе 20 градусов с утра но ветер так продувает прохладненько с ветром прохладненько но все-таки мы не ноем потому что 20 градусов это все-таки супер во всей франции передали дожди и только у нас провансе хорошая погода на шире и выбор шину мои пахту и иплю ну чем один он гордо везде передали дождь или плев идет дождь или плев по-французски у нас сегодня спортивное утро сейчас переведу камеру на себя вот я все-таки отдела такую курточку спортивную от ветра у александра сегодня спорт он был но ночь и сегодня снова в ночь но с утра у него спорты поэтому мы поехали вместе заниматься спортом мы решили заниматься ходьбой а вы спрашивали как у них спорт но у них спорта иногда назначают бегать иногда назначают там идти стрелять назначают еще что-то делать а иногда свободный спорт можешь идти в бассейн плавать вон все француженки одеты в шарфах из-за ветра еще что-то делать то есть на выбор на выбор можно бегать самому можно ходить можно дома на каких-то тренажеров заниматься и вот после ночной очень часто свободный спорт короче можно хоть чем заниматься представляете чем чем бы вы занялись напишите в комментариях будет очень интересно и мы решили съездить в наш парк красивый сша ма и там идти километры мы его конечно уже 250 раз видели но природа сейчас очень нужна нам пешочком куда-то идет какой-то странный француз и и фигуа и ваш комсом переходит так дорогу там где не надо вот природа нас сейчас очень очень выручает когда тревожно когда плохое настроение когда еще что-то попробуйте небо природа но по крайней мере нас с александром что поехали а вы спрашивали даниэль улетела или нет даниэль сегодня собирает сумки хотя она уже собрала вчера мы с ней созванивались вот я говорю вы сумки собрали она горда сумки собрала гостинцы купила она без гостинцев никуда не летает не ездит и но не переживайте мы там есть и установили установили различные приложения когда ездили последний раз к ней в гости то что я ей там устанавливала а нет я другую и устанавливала потому что у нее очень много вещей которые она не носит так как сбросила вес достаточно много килограмм и сейчас она эти вещи новые с этикетками я говорю ну давайте установим приложение девочки которые живут во франции винтед скорее всего знаете это приложение где можно продавать все свои вещи француза сейчас продают очень много вещей очень и это популярно потому что в магазинах так как все стало дорого французы вторичное потребление но они всегда любили браканты в лошиные рынки и всякие бонкуэны хорошие уголки то есть выгодные уголки они покупают с рук очень много всего я вам природу пока показываю и мы вот установили это приложение я установила даниэль открыли этот счет я буду заносить фотографии это легко и продавайте а владислав ей установил юбер юбер это приложение когда многие знают у вас наверное есть она или нет в других странах напишите тоже в комментариях и даже и не подумала она французская или по всей стране он велосипедистов сколько а сегодня вторник наверно ассоциация какая-то а можно с работы так спортом тоже занимаются жандармы то есть если она прилетит в аэропорт я кто-то встретить не может она сразу заносит там города который ей собраться надо добраться надо и приезжает частник или такси ты платишь по этому приложению сразу и тебя забирают довозят до любого места сейчас все это удобно юбер чтобы довезли потом снимать квартиры как это приложение называется тоже все его используют в отелях никто уж почти не останавливается так что так все вам наговорила рассказала еще наговорю и расскажу надеюсь и вот мы уже в парке парк сегодня открыт так что вперед из песни а там кто кричит там а там целая школа детей класс какой-то привезли привет привет привели ботанику может будут изучать или просто спортом заниматься не знаю что они здесь будут делать так мне нужно купить новые кроссовки я чувствую что подошва у моих кроссовок уже и стерлась и неудобно идти внешне они еще нормальные так как я хожу много мне каждый год приходится кроссовки менять и александр тоже смотрите какая красота музыка субрика как будто стреляет наверное пугает может быть этих птиц какая красота желуди белый дуб александр говорит красиво на солнышке вообще теплота розмарин вот колесо крутится так история останавливаемся читаем она мы уже это вам показывали а это процесс как готовят вон у меня это колесо александру история о лене природа на фоне желтого листа я говорю алексу наверно здесь грибы есть какие-то прям влажность может быть и грибы какие-то есть он говорит ну есть конечно ну как не вздумай собирать в парке во франции нельзя грибы собирать это запрещено за это штраф во франции вообще за все штраф можно получить мусор нельзя выбрасывать грибы нельзя собирать охотиться тоже короче во франции все защищено зелени то сколько я думаю что это очень красиво это очень красиво очень красиво и холостей вау красиво и холостей они вон там они вон там это мусор это дикие свини это тюферы все разбили разрыли, трюфели искали. А вот эти какие, смотрите, какие. А у тебя риса. Ура! Я нашла гриб. Ну, кажется, что это поганка. Вот как всегда в жизни. Найдешь гриб, а это поганка. Ну, самое главное, красиво. Фотографию можно сделать. Вот так вот. А может, это я не поганка? Кто знает-то? На какой гриб похож? На наш вроде не похож. Сырояшка, может, какая-то. Александр Прохор разбирается в грибах. А у нас сейчас в России какие грибы-то, наверное? Кто-то мне писал про грибы. Лена говорит, ты что не собираешь грибы? У нас здесь в Провансе-то грибов не сильно много. Надо ехать в Севен, как говорит. Там это регион, там грибы горные, выше. Но мы туда как-то не ездим за грибами. Вот. А я помню, мы в Сибири собирали в это время, кажется, сморочки. Ох, здесь сморочки, самые дорогие грибы. Я вам покажу в магазине, сколько стоит. Вот такая баночка, как майонезная, маленькая баночка сухих сморочков стоит. Я видела вчера 18 евро. И знаете, когда Александр хотел мне доставить удовольствие, когда первый раз я приехала, сейчас вы будете смеяться, что он мне подарил, первый раз приехала с ним знакомиться в Париж, и я рассказывала свою историю, то Александр, вон еще гриб такой же, только большой. Вау, анкваршери. Тебе? Да. Ну, похоже на сыроеги. Сыроежки. Часыпа. Он говорит, красивые, но не полезные. И вот. Он мне привез подарок. Денег-то у него в то время не было. Ну, посмотрите историю, кто не смотрел еще. И у меня там были продукты из Прованса. Там была соль из региона Камарги. Классная соль такая. Тоже. Покажу вам ее в магазине. И он привез всякие травы, которые он сам заготавливал. И сушил прям супер травы Прованса. Прованса, розмарин, тмин. Отец у него сушил. Вот. И он привез мне баночку сушеных грибов. Вот именно сморчков. Я думаю, что у нас сморчков нет в Сибири. А для них это оказывается очень-очень дорого. И вообще супер грибы. Вот такие подарки делал мне мой муж. Дарил сморчки. Кому-то дарят. Кому-то нужны парфюмы. Грибы. Грибы. Дарил сморчки. Для чего? Я рекомендую. Ты мне помнишь? Как мне? Я рекомендую. Бокусы, чем морей. Это дарын. Да. это что у нас такое лисе про и шоу это у истеки парисы что за лысые кипарисы нужно прочитать история откуда берут это название вот точно а вон они они сейчас я вам покажу высеки парисы лисе про и шоу дувья на нам бесит хорошо возить великим киноком-то большие два фильмы ауки он говорит ну ты вообще наглая я должен читать а ты будешь люди а вот они они это вот это вот эти кипарисы называются лысые кипарисы мои хорошие вы такого не видит ругаться и жули сери и сама первый раз сколько раз в этом парке гуляли никогда сюда не сворачивали но он грозной сколько лет они живут они живут до висон за 800 лет но вот ракон но ракон шире почему они называются лысые кипарисы потому что они теряют свои иголочки зимой у или нанча его девочки это же вот это знаете что это такое мальчики это корни этих кипарисов они им помогают распирает то есть дышать воздух ничего так себе вот что я здесь нашла искала одно место про которое я вам не могу рассказать она нашла лысые кипарисы судьба меня сюда привела вот такие корни которые вылазить наружу это была первая история это была первая история это была рефлата это была статус это было статус и я узнал что я взял А что дети-то сюда в парк идут, потому что они, скорее всего, здесь изучают различные растения, природу. Здесь по этому парку можно ходить, 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 крутиться, крутиться. Как классно. Вот еще что-то там. Все себе захвас. Все это какое-то. А, да, это из-за обитации на полуэкере. А, из-за обитации мы тут увидим. От завода что-то было раньше. От льви-то. Господи, как классно это дышать. А там вот, смотрите, сколько этих корешков там. Будто целый город. Город корешков. Красиво-то как. А вот как они плетут, даже не знаю, как назвать, свои веточки. Ой, это сорт-де-пахту, а. Он говорит, ты смотри, везде, везде они вылазят. Даже Алекс такого не видел. Это премьер-фок, да? Да, это все. А, это американский вариант. А, это кипарис американский. Мы с Александром решили подняться на смотровую площадку. Там заповедник, в который нельзя зайти. А это смотровая площадка, наверное, чтобы посмотреть, как выглядит заповедник. Сверху. Ну да, вот. Мы никогда сюда не поднимались. А, вот. Красота какая. Какие птички здесь обитают? Давайте я вам расскажу, какие птицы. Розовый фламинго. А, фульфаккуль, это фамизовый пуль, который мы называем. Пулька. Руль мой пуль. Руль мой пуль. Фульфаккуль. Чёрная курица. Это из этих вы знаете. Сигонь. Вот, все эти птицы здесь. Вон там гнезда бьют туда вообще нельзя даже зайти. Вот за эту ограду. Надо туда съездить, когда мы жили в Ниме. Мы так часто там гуляли. Там розовые фламинго прилетают целыми стаями. И когда они взлетают, это такая красота, потому что они... Потому что самая красивая, самая красивая, когда они взлетают. У них под крыльями красная. Всё, они розовые, а под крыльями такой цвет красный. И это такое. Такая красота. Ой. Вон там за ними уже за желтыми этими штучками там уже занимаются. Мы здесь ещё что-то нашли. Юрта. Она закрытая. И там музей. Это музей? Там экспозиция чего-то. Небольшой музей. Тут объясняется для детей все растения, которые здесь растут. И все животные, и все птицы. Здесь вот такой ангар. Просто сделали, как музей здесь, книги, которые можно брать, читать. Нужно сюда какие-нибудь книги привезти. Владислава. И вот рассказывается, что здесь раньше было. Какой был завод. Смотрите, какие лавочки. Из дерева. Сажули, Сашири. Две чурки и бремнишка. Тоже из дерева кто-то делал. И там Дебер. Альга говорит, немного всё-таки бассейнов есть в Провансе. Смотрите, сколько. И вот. Все фотографии. Сажули, а? Сажули, а? А, это все-все фотографии регионов, где есть заповедники. Во Франции очень-очень много заповедников. Почти в каждом регионе заповедник. Ну, такие вот парки небольшие, которые называют заповедниками. И вот розовый фламинго. Они прилетают вот такой кучкой. Живут. Вот, хорошо, да, деток. Просто, по-моему, ангар приспособили. Сейчас парк уже будет закрываться, поэтому надо... А, точно. Пчелы. Пчелы. Улей старинные. И... Соты. А, сосу вашей? Да. А, это дикие улей в дереве. Я говорю, ну, уже, наверное, не пахнет медом. Там даже они прикреплили к потолку. Ну, все, мы побежали. А здесь у нас черепахи. La Tartue de Floride. А, это опасные черепахи, которые нельзя выпускать вместе с другими животными, потому что они очень агрессивные. Сказала, а вон их сколько. Сейчас я вам приближу. Видите, их как защитили бетонной стеной. Эх, вон. Время. Вон они, они плавают. Мое мое мое. Бабулечки. Они такие большие достаточно. Они выглядят, да? Да, я знаю. На тете ружь, да? Да, да. Они с одной стороны ружей. Тортюка американская. Да, по-рубе. О, дай. Ой, я еще только прихожу, думаю, что это такое. Не пойду, что ты стараешь. На камне сидит. Ничего так сидит. Бебе. Здесь, да, смотрите. Канью-нор. Да, да. Да, да, смотрите. Да, да, смотрите. Это шоуфа? Да. Они нас видели, что мы теряем. Мы теряем, что-то разговаривали. Ага. Вот они, они нас услышали. ну вот мы нагулялись приехали домой заехали купили водички и пар с магнезиумом успокаиваться и обычную воду владислав в колледже наполнять бутылку и что мы еще купили у меня закончилось средства для мытья посуды и вон спонжики купили ничего такого интересного не купили сколько средства для мытья посуды стоит гель 668 стоит шампунь 383 а вот водичка 282 это и по и евро шестьдесят пять стоит водичка раньше стоила вода меньше одного евро так что так 15 евро заплатили как пойдешь магазин так 15 20 25 евро ничего не купишь это не самое страшное он будет готовить обед и и фокусе не шире всем пока